Друзья, сегодня на тестирование к нам попала модель Defire R 1800 T3. Посмотрим, что у нее в середине. Что мы видим? Инструкция по эксплуатации гарантийный талон. Пульт дистанционного управления. Очевидно, тряпочка для очистки поверхности колонки. Кабель, целая куча кабелей. На редкость, думаю, комедийных систем. А, это кабель, во-первых, соединительный между колонками. В колонках Beamping раздельное усиление на каждый динамик свой усилитель, поэтому и кабель составной. В нем четыре жила. И сложный разъем. И кабели сигнальные. Два тюльпана, два тюльпана, два тюльпана, два тюльпана миниджек. Стандартный кабель. Упаковка легкая, но довольно надежная. Вот активная колонка. Рассмотрим ее поближе. Распакуем колонку. Такое тщательное покрытие, как мы уже видели в других магазинах. Edifier сопровождается при наличии покрытия типа рояльный лак. Это очень деликатное покрытие, не терпящее мелких царапин и требующее определенного обхождения. Рассмотрим эту акустическую систему по данным предоставленным производителям. Они пишут, что Edifier Studio R1800 T3 это элегантная 2.0 стереосистема с покрытием рояльный лак и имеющая 70 Вт РМС мощности, которая излучается динамиком 4 дюйма басовым и 19 мм, то бишь 3,4 дюйма твиттером. Пищалка. И каждая динамик, каждая колонка оборудована фазоинвертором, портом, который улучшает басы. Бас, уровень громкости и высоких частот регулировки находятся на задней панели активной колонки. А простенький пульт дистанционного управления беспроводной также прилагается. В студию R1800 T3 оборудована DSP, Digital Signal Processing и DRS для минимизации искажений, вызванных превышением уровня допустимым. Подключается Edifier Studio R1800 к источнику звука с помощью разъемов RCA, то есть тюльпанов. Их там находятся две пары. Активная система имеет 70 Вт общей мощности, две пары RCA портов, служат для принятия сигнала. Боковые панели покрыты рояльным лаком. Бас высокий и основная громкость расположены на задней панели. Сигнальный, Digital Signal Processing, DSP, Dynamic Range Control, DRS присутствуют. Классы D усилители, каждый для 4-дюймового басового динамика и 19-млитрового шелкового твитера. Беспроводное пульт дистанционное управление, 100% МДФ корпуса для минимизации акустических резонансов. Детальные параметры. 2 по 16 Вт на пищалке идет и 2 по 19 Вт на низкочастотные динамики при искажениях до 10%. Отношение сигнала шума более 85 ДСБ со взвешивающим фильтром А. Частотный диапазон указан, на мой взгляд, здесь не совсем корректно. 30 Гц за 20 кГц. Но это мы рассмотрим сами. Менее полупроцента искажений и более 45 ДСБ разделения между каналами. Чувствительность соответственно 700 и 550 мВт по входам PC и AUX. Итак, варвис. Это твитер 19 мм 4 Ом и басовый динамик 4 дюйма с 16 мм 6 Ом. Габариты колонок указаны вот и масса составляет около 7 кг. Из обзоров этой акустической системы мы знаем, что она способна работать и в студии, и в офисе, и в домашних условиях. Кабеля более 2,5 метров достаточно для разноса колонок на значительное расстояние. Но рекомендованное все-таки определяет цену длину этого кабеля и не более того. В обзорах описан каждый компонент этой системы. Это и усилитель, на котором она собрана. Это TAS 5707, 20-ваттный цифровой аудиоусилитель специализированный с эквалайзерами DRC, производство тексации инструмента, на контроле REST M8, ведущем кварцевом резонаторе NGU 6368 и ACP PCM 1808. Ну, все это у нас есть на схеме. Схема лаконична, не содержит ничего лишнего, зато она очень надежная и выполнена из действительно брендовых компонент, выполненных реально таксос инструментом, а не какими-то третьими производителями. В обзорах указаны данные на каждый динамик, его положительные и отрицательные стороны. Мы это все увидим на живой колонке, рассмотрим. Но и к тому, что можно всегда вернуться и посмотреть фотографии этих обзоров на любом сайте торгующих колонками Edifier. Декоративная накладка на динамике имеет двойное назначение. Она служит для защиты динамиков от механических воздействий, ну и заодно выполняет декоративные функции. Эстетику улучшает эти колонки, определяет ее внешний вид. Динамики. Оригинальная, качественная. Это вот окошко для датчика, пульта дистанционного управления. Порт фазоинвертора направлены вперед. Это значит, что колонки можно максимально близко располагать к стенке. Колонка имеет скошенную переднюю панель. Это полезно, когда она стоит на столе и должна работать непосредственно на слушателя, на вас. Это хорошо. Ну, заодно неплохо смотрится. Посмотрим, что внутри у этой колонки. Внутри акустическая система. К задней панели крепится плата усиления, плата коммутации и плата управления. Они соединены гибкими шлейфами. Далее идут провода на каждый динамик отдельно, свой провод. На датчик дистанционного управления и на блок питания. Блок питания, вот он. Он импульсный. Он под кожухом таким находится. Произвели впечатление стенки этой акустической системы. По моему субъективному мнению, это не менее двух вот таких вот слоев, то есть примерно 20 миллиметров. Это очень много. То есть внутренний объем оказался в них совсем маленький. Также виден синтепон, которым создается изотермический режим. На задней панели мы видим регуляторы уровня многооборотный энкодер тембров НЧ и ВЧ с фиксированной средней точкой. Две пары входов подключения аналоговых источников сигнала, выход на кабель для подключения пассивной колонки, подключатель питания и несъемный кабель питания. Вот так это все выглядит. Соберем обратно нашу акустическую систему. На столе колоночки смотрятся очень неплохо. Они занимают очень много места и позволяют располагать пространством стола, не занимая лишнего. Я бы хотел остановиться немного на параметрах этой системы. Вот кривая импеданция настройки порта. Она около 75 Гц. Если свести все данные этой системы, мы увидим такую картину, что у маленького Твиттера резонансная частота более 1,5 кГц. Порт, резонатор, фазоинвертор настроен, как мы говорили, на 75 Гц. Вот, собственно, его выхлоп здесь и виден. Вот. Низкочастотный динамик работает как широкополосный, аж до 6 кГц. И лишь здесь подхватывается Твиттером. Это говорит о том, что нет фазовых искажений в районе 2,5-3 кГц, 4 кГц, даже 5 кГц. То есть, достаточно линейно выглядит эта характеристика. Это очень неплохо для таких колонок. Вот как они звучат. Тембр низких частот, минус середина. Тембр высоких частот, максимум, минимум, середина. Громкость, понятно, работает тоже. Вот, довольно эффективен. Движения в воздухе хорошо чувствует рука. Тонки хорошие, довольно высокого качества и корпуса, и применённые динамики. А уж о схеме говорить нечего. Завидная акустическая система. Не буду комментировать её стоимость, но хорошие вещи не стоят дёшево. А это выглядит неплохо. И её схемные решения, и акустические решения, отработанные Edifier на предыдущих моделях. Линейку, которую многие знают, качество этих изделий проверено уже десятилетиями. Итак, спасибо за то, что уделили время обзору. Увидимся в следующем. Счастливо!